Уважаемые коллеги, считаем, что принятое нами в июне этого года соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций должно иметь активное продолжение в целях позитивного влияния на дальнейшее расширение, охвата экономической интеграции, использование растущего значения в сфере услуг для развития экономики. Необходимо создать все условия для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации, улучшения инвестиционного сотрудничества между странами СНГ. Подчеркну, что только через реализацию совместных инновационных инвестиционных проектов и только общими усилиями мы сможем снизить зависимость от импортных составляющихся в совокупной экономике Содружества. Как вам известно, недавно на 100-м юбилейном заседании экономического совета СНГ 8 декабря 2023 года был принят ряд весьма важных решений и документов, одним из которых являются рекомендации по устранению препятствий во взаимной торговле государства участников СНГ. Считаю необходимым принять совместные меры по минимизации различных барьеров и проверок на границах, развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры. Уважаемые друзья, весьма актуально предложение российских коллег уделить на нашем нынешнем заседании особое внимание перспективам развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Приятно отметить, что в целом запланированные культурно-гуманитарные мероприятия в рамках председательства Кыргызстана в СНГ в 2023 году выполнены в полном объеме. Текущий год в Содружестве особо отличился насыщенной культурно-гуманитарной повесткой, чему в первую очередь способствовало решение глав государства СНГ объявить в 2023 год годом русского языка как языка межнационального общения. В этом контексте, учитывая, что русский язык является одним из главных основ тесного многопланового сотрудничества между странами и крепко устраившихся связей между народами СНГ, отмечаю важность подписания в октябре 2023 года в Ишкеке договора о создании международной организации по русскому языку.